Скомарошина, седьмая Ишес Пламя поднялось Сгорел чуть ли не весь лес Что тут с Наташкой было Стражу хлещет по мордам Кричит, что Апфирка остался там Насилу угомонили Потом стража ее во дворец привезла Так спешила По дороге два сломала колеса Лес никто не тушил Он, как водится, сам погас А боярин царю нашептал Что от банника он Царевну спас Нехороший человек Синей не сказать бы Да к царю ж поверил Да объявил день свадьбы Скомарухи ставят Декорации дворца Одевают дворцовые одежды А Натальюшка-то Наш цветочек Ну, как в том указе точно Будто правда тронулась рассудком Вся в смятенье Крайне жутком И не ест она, и не пьет она И лишь только тихо вздыхает она Не глядит она на родного отца Похудела так, что спала с лица В белых рученьках все свистульку сжимает До погибшего в огне Аптырку вспоминает А вот и свадьбы подошел назначенный день Ну что, смотрим дальше, коль вам не лень Картина седьмая Дворец Натальюшка сидит, как каменное извояние Царь и боярин выносят фату Увидев ее, Натальюшка вздрагивает И закрывается руками Боярин Ну не ерепенься Надевай, пора под венец идти Надевает на нее фату Она медленно встает Медленно фату снимает Царь Ну и шо за вой? Командует боярину Надевай, давай Боярин надевает на нее фату Она снимает Надевай Боярин надевает Она снимает Надевай Боярин надевает Она снимает Надевай Боярин надевает фату Не снимать Натальюшка упорно снимает фату и отбрасывает в сторону. Боярин, слушай, отец, а ежели мне это надоест, шо тогда? Ты давай че-нибудь с ней делай, потому как либо под венец с ней, либо ты мне долги отдавать будешь. Прямо сейчас, царь хорохорится, на-на-на-на, я не отец тебе. Ты шо, пока? Боярин, посоображав, не отец, это правда. Ну, дык, я пошел. Царь, куды? Боярин, дык, к мировому? Царь струсил. Ну, ты че, я ж пошутил. А знаешь че, сынок, а вот я вас сейчас вдвоем оставлю к Натальюшке. Слышь, доченька, вы тут сами сговоритесь, а? А? Боярин, давно бы так! Отодвигает царя в сторону. Все, папаша, отлезьте. Я с ней сейчас по-свойски потолкую, развязывает кушак. По-нашенски, по-простому, выпарю, и вся недолга. Невест, говорят, пороть полезно, они сговорчивые делаются. Примиривается царь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Уй, прикрывшись ладошкой, семенит к двери. Боярин, ты уж извиняй, но, видать, плохо тебя учили. Дык, мы чуть-чуть доучим. Натальюшка вдруг протягивает боярину сжатый кулачок. Че это? Натальюшка раскрывает ладошку. Там блестит осколок. Натальюшка едва слышно. Колоколец. Оберег Абтыркин. Боярин, не расслышав, что наклоняется к ней. Натальюшка колоколец. Вот, легонечко ударяет по осколочку. Возникает слабый, но отчетливый звон. Боярина вдруг начинает корежить. Не надо! Да! Натальюшка снова звенит. Боярин корежится сильнее. Неожиданно где-то вдали возникает нет ни звон, а целая ответная колокольная мелодия. Боярин в корчах отступает. К двери на него налетает выскочивший царь. Царь ошалела. Это что? Что это звенит? Что это оно со мной делает? Звон. Царь орет на боярина. Пошел прочь! Звон стихает. Царь трогает себя. Ой, мама! Звон. Царь боярину. Ты еще здесь, а? На плаху захотел? Звон стихает. Все. Банкрот. Тюрма. Скандал международный. Хочет упасть перед боярином на колени. Снова звон. Уже гораздо ближе. Боярин с ревом убегает. Царю вдруг становится легко. Ох! Что это было? А? Натальюшка. Схватившись за папеньку. Обтырка! Голос обтырки. Натальюшка! Ты где? Натальюшка села, где стояла. Не верит. Не понимаю. Я же сама видела пламя. Нет, не может быть. Голос обтырки уже с другой стороны. О! Натальюшка! Натальюшка. Вскочив, трясет отца. Папенька! Ты слышал? Ты голос слышал? Царь! Да что-то слышал. А кто это? Натальюшка обнимает отца. Папенька! Это он! Обтырка! Зовет! Обтырка! Обтырушка! Я здесь! Царь! Это который глиняный, про которого боярин говорил, что злодей он? Натальюшка! Ну что ты, папенька, говоришь? Обтырка злодей! Да он же... Он же спас меня! Царь, схватившись за голову, ай, старый дурак, поверил? Кому поверил? Звон совсем близко. Из двери показывается боярин на четвереньках задом наперед. Голос обтырки. Где Натальюшка? Боярин. Не знаю! Звон. Боярин воет по волче. Голос обтырки. То есть не знаешь? Боярин. Нет, не знаю! Звон боярин булькает, уморительно корчится. Глядя на него, царь и Натальюшка невольно прыскают. Заливаются смехом. Боярин, доползя до центра, скукоживается в совершенно невообразимой позе. Царь и Натальюшка покатываются от хохота. Появляется обтырка. У него на груди поверх рубахи висит целое ожерелье из колокольцев, только маленьких. Увидев Натальюшку, он теряется, неожиданно всхлипывает и плачет, стыдливо прикрываясь рукавом. Смех Натальюшки вдруг начавшись, так же вдруг прекращается, переходит в слезы. Глядя на них, начинает шмыгать носом и царь. Че это? Че это? Опять со мной шмыгать сильнее. Че-то давно это, однако, не того. Не плакал я? Рыдает в голос Натальюшка и обтырка, посмотрев на царя, перестают плакать. Обтырка встрепенулся. Ой! Это что? Что ли царь? Царь рыдает. Ага! Обтырка. Это я что ли во дворец пришел? Натальюшке. Ой! Пойдем скорее к ботянке, а то и травка-то моя сгорела в избушке. Нет у меня теперь прицепта для царевны. Натальюшка! А ты-то че тут? Натальюшка совсем как дед гончар. Глупой, глупой. Не нужен царевне твой прицепт. Ты меня и без него музыкой своей добротой вылечил. Да и не болела я вовсе. Царь эхом. Ой, не болела, не болела. Это ж я все. Да и этот вот профиндей боярину хватит тут оваляться. Очухивайся поскорее. Догуляй отсюда по прямой. Обтырка царю. Не, он не скоро. Пускай лежит себе как три рубля и не мешает. Звякает в колоколец. Боярин слегка вздрагивает, но продолжает лежать. Обтырка снова к царю обращается с пониманием дела. Вишь, это значит, кризис миновал. Дело на поправку пошло. Царь, ты знахарь что ли? Обтырка, не, это батюшкин колоколец, оберег мой. Он из него всякую черную злость и разную гадость выгоняет. Да, шитай, выгнал уже. Натальюшка, нет, я все равно не понимаю, как ты из пламени. Обтырка, так я сам не понимаю. Только смотрю, пламя кончилось. Банника нет, а там, где осколки были, маленькие колокольчики лежат. Я их хвать, они меня к тебе и повели. Тебе ж худо было. Прямо загадка, понимаешь? Царь, вытирая слезы. Эх, это твоя загадка, она и ежику известна. Я вот вам сейчас ее загадаю. А вот всем загадаю. Слепишь мягко, как воск, держи осторожно. А в огне закалишь, так дворец строить можно. Шо такое? Кирпич. Вот, правильно, кирпич. А из чего кирпичи лепят? Из глины. О, смыкаете? Натальюшка. Папулечка, милый, я тебя люблю. Абтырка, сыграй, пожалуйста, музыку. Абтырка. Так, а чего я один? Все вместе сыграем. Раздает колокольцы артистам, зрителям. Обучают и все вместе играют мелодию. Боярин приходит в себя, удивлен. Ах, где это я? Красота-то какая. Филармония просто. Видит Натальюшку, бросается к ней. Прости меня, Натальюшка. Был грех. Шептал папеньке твому на ухо гадости про тебя. Все выгадывал, да интриги плел. Прости. А как любите вы друг друга, я ж вижу, то и я теперь перековался таись. И совет вам, да любовь. Да чё я себе? Жану не найду, подходяшу. Да с моим кошельком. Ой, кажись, рецидивы начинаются. Абтырка, поскорее звякни и шо раз. Натальюшка смеется. Абтырка дирижирует. Все снова играют мелодию. Боярин светлеет. Царь, взяв боярина под руку, отойдем. Иди, твоя самогудна машина для торжества момента. Боярин, щас, мигом будет. Царь, подождь, слушай. Я ведь как отец, то есть сопротивляться должен или не должен. Боярин, да-ка чё тут сопротивляться? Он, а, фата, он молодые. Щас самогудка будет. Убегает царь Покумеков. Не, надо, 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 надо для порядку. Выходит на середину. Орёт. Какой такой совет да любовь? Ты шо, дочка, того? Он же глиняный. Не позволю. Натальюшка опешив. Папулечка, что с тобой? Глиняный? Ничего. В сказке из-за глиняного можно идти замуж. Главное, чтоб человек хороший был. Царь другим тоном. Чё-то я не знаю. Чё дальше говорить-то? Орёт то, что приходит в голову. В кандалы захотели? В Сибирь? Не, 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 это чё-то не то, не то. Ах вы, ах ты, ах вы все. Бурчит. Обтырка Натальюшке. Слушай, я за папеньку того чё-то опасаюсь. Плохо ему, что ли? Может, в ножки надо пасть? Идут к царю, становятся на колени, утешают его. Он бурчит. Насупившись, но не выдерживает. Эх, пора подай, и всё. Берёт их за руки, выводит вперёд. Чё-то я сегодня такой либеральный. Влетает боярин с самогудкой. Боярин. Чичас! Устанавливает. Готово, царь. Женитесь уже. Самогудная машина играет. Все ликуют, кружатся. В танце сбрасывают. Дворцовые одёжи. Скоморошина восьмая. Ну вот и подошёл спектакль к концу. А что мы им для вас сказать хотели? Тут всё понятно и седому старцу, и юнцу. Спектакль про доброту. Про доброту на деле. Чтоб вы, уйдя от нас, не пожалели. Эх, ломца-дрица, опца-римца, цу! Делают кульбит и убегают за кулисы. Конец.